Ферма в Ермолово открылась еще в 2017 году. В кооператив она превратилась только спустя 5 лет. Правда, до сегодняшнего дня производили только сырое молоко. Сегодня здесь открывают цех переработки. Изготавливать будут 5 видов продукции. Молоко, кефир, творог, ряженку и сметану. Пастеризационно-охладительная установка, сепаратор для отделения сливок, автоматы для фасовки. Все оборудование отечественного производства. Мощность цеха 6 тонн в сутки. Работы по обязательной маркировке молочной продукции практически завершили. Кстати, такой проект удалось реализовать благодаря софинансированию регионального и федерального бюджета. Общая сумма – более 100 миллионов рублей. Соответственно, была задумана программа о создании крестьянско-фермерских хозяйств, о создании кооператива сельскохозяйственного. Когда создались крестьянско-фермерские хозяйства, построились коровники, закупился скот, началась работа. Но тогда мы еще понимали о том, чтобы не только производить сырье, но и готовить готовую продукцию, чтобы с выкладкой на прилавок торговые сети района Рязанской области. Во время экскурсии губернатор Павел Малков продегустировал продукцию и отметил, что предприятие организовано по принципу полного цикла. Более того, проект изначально продуман во всем, начиная от подъездных путей и инфраструктуры, заканчивая хорошими условиями работы для сотрудников. Мы запланировали ряд мер поддержки, они уже реализуются, дальше будут только наращиваться. Потому что понятно, что если мы хотим расти, расти опережающими темпами, то требуется определенная поддержка со стороны правительства. Причем, вот мы сейчас тоже с директором предприятия обсуждали, здесь воспользуюсь всеми программами, которые были и продолжают пользоваться. Это здорово помогло строительству предприятия. Но при этом мы еще и помогали в ускорении согласования технических присоединений, подключения того же газа и электричества. Это вот то, что не видно в программе, это не является официальной мерной поддержкой, но то, что очень серьезно влияет на сроки запуска предприятия эксплуатации. По словам губернатора Павла Малкова, агропромышленный комплекс – одна из основ развития нашего региона. Сейчас Рязанская область занимает 14-е место в стране и четвертую позицию в ЦФО по производству молока. И в перспективе эти показатели только улучшать. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».